Новогодние праздники закончились, подарки подарены, поздравления прозвучали, салюты отгремели, пришла пора убирать главный символ Нового года. Искусственная еле отправляется в коробку и дальний ящик. А вот что делать с живым деревом? Куда девать? О служившую новогоднюю елку расскажем в следующем сюжете. У нас здесь каких-то лет хватает? Ну, по-моему. Сразу после Старого Нового года успешные освободиться от большей части иголок живые елки освобождаются уже от нарядного убранства и с праздничного пьедестала отправляются к мусорным контейнерам. Работники Тверспецавтохозяйства регионального оператора по вывозу твердых бытовых отходов поясняют, что складировать сухие деревья нужно в емкости для крупногабаритного мусора, который забирает специальная техника. Если ее выбросят в контейнер, во-первых, она занимает большой объем и, соответственно, меньше мусора в пакетах туда поместится и может произойти завал. И, во-вторых, что машина-мусоровоз, мусор, который загружается в него, он попадает под пресс. Елка может повредить механизму и тогда придется ремонтировать машину и будет простой техникой. Далее вместе с другим крупногабаритным мусором новогодние деревья в общем порядке отправляются на полигон для переработки. Отслужившему свое символу Нового года всегда находят новое применение. В каждом регионе оно свое. Засохшее дерево, как правило, измельчают и используют в качестве подсыпки. Либо для других растений, либо дорог. В данном случае отсужившие свое новогодние елки будут раздроблены катком-уплотнителем, а готовый продукт будет использоваться для укрепления дорог. Потому региональный оператор по обращению с бытовыми отходами призывает любителей живых деревьев отнестись к вопросу утилизации праздничного дерева со всей ответственностью. Тем более оно еще может оказаться полезным.